Здравствуйте! Меня зовут Сахарова Галина Константиновна. Я врач-акушер-гинеколог в Центре иммунологии и репродукции. Сегодня я вам расскажу о роли иммунологических факторов невынашивания беременности. Иммунологические факторы могут быть следствием аутоиммунных или алоиммунных нарушений. Аутоиммунные нарушения обусловлены продукцией лимфоцитами, аутоантител направленных против тканей матери, вследствие чего опосредованно страдает и плод. К аутоиммунным факторам относятся повышенные уровни антител к кардиолипину и другим фосфолипидам, бета-2-гликопротеиду-1, нативные денатурированные ДНК, факторам щитовидной железы, высокие уровни боядин лимфоцитов. Одним из частых аутоиммунных нарушений является антифосфолипидный синдром, который встречается приблизительно у третьих пациенток с привычным невынашиванием беременности. Антифосфолипидный синдром может быть первичным, то есть самостоятельным заболеванием, и вторичным, то есть возникшим в результате различных аутоиммунных, например, системной красной волчанки, ревматоидного артрита, болезней шегрены, инфекционных, онкологических заболеваний, приема лекарственных препаратов. При этом синдроме антитела атакуют собственные фосфолипиды, один из главных структурных элементов клеточных мембрам, в том числе стенок сосудов. Под действием антител сосудистая стенка повреждается, изменяется ее электрический заряд, что приводит к активации процессов тромбообразования. В результате микротромбозов нарушаются процессы формирования плаценты, что впоследствии может приводить к прерыванию беременности. Для исключения данного состояния необходимо проводить тщательный сбор акушерского, соматического и наследственного анамнеза пациентки, исследование на наличие аутоантител в крови женщины и волчаночного антикоагулянта. В случае наличия у женщины в прошлом тромбозов или прерываний беременности, преимущественно на поздних сроках, а также наличие в крови антифосфолипидных антител или волчаночного антикоагулянта, определяемых в крови двукратно с интервалом не менее 12 недель, можно предполагать наличие этого синдрома. Очень характерными для этого заболевания являются тромбозы глубоких вен нижних конечностей, особенно возникшие у пациенток при приеме комбинированных оральных контрацептивов или во время беременности. Случаи внезапной смерти или различные тромботические осложнения у родственников в возрасте до 45 лет, такие как инфаркты миокарда, инсульты, тромбозы различной локализации, тромбоэмболия легочной артерии. Во время беременности у таких женщин возможно возникновение преэклампсии, особенно ранней, тяжелой преэклампсии, возникшей в сроке до 34 недель. Развитие тяжелого синдрома задержки роста плода, что может привести к неблагоприятным исходам у новорожденного. Риски возникновения этих состояний мы также оцениваем в нашем центре еще на первом пренатальном скрининге в сроке 11-14 недель. В первую очередь по такому биохимическому маркеру, как плацентарный фактор роста. У врачей нашей клиники многолетний успешный опыт ведения таких беременностей, беременности высокого риска. Таким женщинам в течение беременности проводится обязательный гемостазиологический контроль, контроль уровня антифосфолипидных антител и в большинстве случаев возникает необходимость назначения антикоагулянтной терапии низкомолекулярными или низкофракционированными гепаринами в сочетании с антиагрегантной терапией низкими дозами аспирина. При вторичном АФС нередко назначается препарат плаквинил. Также может быть рекомендована иммунотерапия иммуноглобулином в течение первого триместра беременности. Очень важным является контроль состояния плода, который проводится во второй половине беременности посредством ультразвукового исследования и доплерометрического исследования плодового и плацентарного кровотока. Такая тактика позволяет в большинстве случаев пролонгировать эту беременность до доношенного срока или срока беременности, когда досрочное родоразрешение приводит к благоприятным исходам у новорожденного. В послеродовом периоде риск тромбоэмболических осложнений максимален, поэтому после родов еще в течение 6 недель необходимо продолжать антикоагулянтную терапию. Естественно, не стоит пренебрегать и такими рекомендациями, как ношение медицинского компрессионного трикотажа как во время беременности, так и в течение 6 недель послеродового периода, а также ранние активизации в послеродовом периоде. К аутоиммунным состояниям, которые могут привести к невынашиванию беременности, также можно отнести аутоиммунный тиреоидит. Это хроническое воспалительное заболевание щитовидной железы, при котором антитела к тиреопероксидазе и тиреоглобулину вызывают деструктивные изменения в тканях щитовидной железы. Эти антитела способны повреждать также и ткани трофобласта из-за их структурной схожести с тканями щитовидной железы. Для диагностики аутоиммунного тиреоидита необходимо провести анализ уровня тиреотропного гормона, свободного Т4 и Т3, а также антител к тиреоидной пероксидазе и тиреоглобулину. Врач-эндокринолог также может рекомендовать ультразвуковое исследование щитовидной железы. Лечение назначается врачом-эндокринологом чаще всего в виде заместительной гормональной терапии препаратом синтетического гормона щитовидной железы левотероксином. Более подробную информацию вы можете получить на консультации акушера-гинеколога в нашем центре. Задавайте свои вопросы в комментариях и подписывайтесь на наш канал. Ждем вас в ЦИР! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова